В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Фермер подсчитывает убытки и думает, кто же загрыз его отару овец. Даже досчитать невозможно было их. Они все в одной кусте. И раскиданы еще. Подробности Кровавой ночи в Менделеевском районе узнал Сергей Хайдаров. Предпраздничные встречи, непраздные задачи. Проанализируйте вот эту мысль. Что хворит Мухаммедшем, посоветовал журналистам, выслушал Дмитрий Аринин. Возвращение домой спустя 77 лет. Ушли, их трое братьев. Вернулся один. Историю о том, как поисковики нашли солдата из Чистопольского района и вернули его на родину, расскажет Зарина Ахметова. Оберегающие сердце мамы. Я все время говорю, для нас нет ничего невозможного. Ты такая же, как все. А те, кто, несмотря ни на что и вопреки всему, поддерживает своих особенных детей. Вероника Гайнутинова. За ночь задушили полстадо овец. Настоящей трагедией стала гибель скота для фермера из села Безяки Менделеевского района. Мужчина предполагает, в атаре побывали волки. Но и не исключает, что это могли быть и дикие собаки. Сегодня Сергей Хайдаров выслушал и фермера, и охотников. Кругом кровь и трупы животных. Вот во что превратилась ферма Раиса Гельфанова всего за одну ночь. Мужчине теперь остается только подсчитывать убытки. Вот. Хрен-то считаешь, что здесь. 26. Столько овец растерзали. Вместе с ними загрызли и всех кур, кто мог напасть на ферму. Раис Гельфанов думает, что это могли быть волки. Эти хищники сначала душат жертву, а потом перегрызают горло. То же самое произошло и здесь. Соседи Раиса от произошедшего в шоке. Говорят, ночью вообще ничего не слышали. Разве что лай щенка. Многие начали укреплять заборы и заделывать дыры. Волок подкоп может делать? А как же? А как же? Притом, это не первое нападение зубастых на ферму Раиса Гельфанова. Каждый год от непрошенных гостей погибают по 6 овец. А тут за считанные часы печальный рекорд. Могут ли по менделеевским лесам рыскать кровожадные волки? Мы спросили в комитете по биоресурсам. Район малолесистый. В тех местах у нас волки очень давно-давно уже не были встречены, не появлялись. То, что его нет, конечно, предполагать мы не можем, потому что не видели сами. Но, тем не менее, конечно, это маловероятно. Скорее всего, это были какие-то собаки бродячие. Круг подозреваемых расширился. Как оказалось, популяция волков Татарстана вообще серьезно оскудела за последние 20 лет. Чаще эти выносливые животные заходят в леса республики, что называется, в гости из соседних Удмуртии и Башкирии. Активный преимущественно в ночные часы. О своем присутствии нередко дает знать громким воям. Он предназначен для коммуникации животных на большом расстоянии. Такую информацию о волках можно легко найти в интернете. Там же пишут, что в момент охоты эти животные наоборот. Они издают лишних звуков, чтобы не привлекать внимание и не спугнуть жертву. Мы обратились к татарстанским охотникам. И те готовы спорить, кто же опаснее, волки или одичалые собаки. Волки боятся людей. Собаки, в том числе одичавшие собаки, они людей не боятся. Они этим опаснее для окружающих. Волк, он все-таки животное дикое, количество небольшое, он все-таки людей сторонится. Собаки наоборот. То есть то, что волк нападет на человека, менее вероятнее? Это гораздо менее вероятно, чем нападут собаки. Если это были одичавшие собаки, то этот случай в республике не первый. В прошлом году лесные собаки нападали на домашний скот в Оксубаевском, Нижнеканском и других районах. Охотники таких пугают выстрелами, но убивать не имеют права. По закону это прерогатива муниципалитетов. Сергей Хайдаров, Вадим Иларионов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ «Татарстан». В Череншамском районе восстановили газопровод, поврежденный накануне во время сильного дождя. Напомним, 15 мая в селе Старый Утимыш стихия привела к тому, что вода с полей подтопила 13 домов, разрушила центральный мост и оборвала газопровод. В результате без газа оставались 155 домов и порядка 500 человек. По предварительным подсчетам ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Неспокойно будет и завтра. МЧС предупреждает, утром и днем в республике ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. В этот момент прохожим рекомендуется держаться подальше от линии электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. Водителям необходимо двигаться на безопасной скорости, сохраняя дистанцию между автомобилями. К другим новостям. В Татарстане могут появиться специализированные спортивные газеты и телеканал. О таком пожелании сегодня рассказали на встрече Фарида Мухамедшина с главными редакторами республиканских СМИ. Говорили о последних веяниях в журналистике и о том, чего ждут от журналистов. Самые важные высказывания в нашем цитат-обзоре. Фарид Мухамедшин о блогерах и суверенном рунете. Нью-медиа, мессенджеры, телеграм-каналы, инста и прочие блогеры оказывают серьезное воздействие на общественное мнение. При этом никакой ответственности за публикуемую информацию не несут. Озабоченность этими вопросами вылилась в ряд регуляторных инициатив. О фейковых новостях, регистрации блогеров в качестве средств массовой информации, суверенном рунете и другими. Они не направлены на цензуру, напрямую. Но как-то обезопасить себя этими федеральными законами, поднять разговор об ответственности. Чего ждут от журналистов? Нынешняя пресса утрачивает ту систему ценностей, которая долгие годы ставилась во главу угла отечественной журналистики. Это личность журналиста, его гражданская позиция, гуманистические отношения к героям своих публикаций. Проанализируйте вот эту мысль. О кадрах, которым быть. Еще в прошлом году в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций КФУ вообще не нашлось бюджетных мест для бакалавров по профессии. Нынче вроде бы ситуации немножко оптимистичные, около 10 мест появилось. Устанавливаем контроль за этим процессом. О создании спортивной газеты и телеканала. Чего только нет спорта. Может быть подумаем над этим? Поехали, я в спортивном канале. На спортивном канале. Я в спортивном канале, кстати, тоже поднимаю. Я серьезно. Я и перед президентом напишу записку, и мы встречу с переговором. Кабельный спортивный канал. Мне кажется, можно было набрать специалистов небольшое количество для того, чтобы освещать его величество спорта в Татарстане. Раз уж мы тратим огромный день на спорт, на физическую культуру. Согласен. Что услышали редакторы? То, что сегодня было сказано, это еще раз говорит о том, что повышается роль журналистики сегодня. Раз мы выбрали эту профессию, мы должны быть верными этому профессию и служить народу. Журналистика это не служанка. Журналистика это общественный институт. Очень важный общественный институт, который позволяет осуществлять обратную связь между властью и обществом. Это первое. Во-вторых, сама журналистика формирует гражданское общество. В-третьих, журналистика является тем зеркалом для любого органа власти, который помогает ему выявлять и, главное, решать конкретные проблемы людей. Сегодня журналисты республиканских СМИ попали на необычную лекцию. Об истории Великой Булгарии, Казанского ханства и Золотой Орды рассказал профессор КФУ Искандер Гелязов. А сразу после об истории уже недавнего прошлого говорил академик Индустагиров. Всех молодых журналистов республики объединит творческая лига. О том, что ей быть, рассказали в Союзе журналистов. Здесь же заявили и о расширении. Сегодня в структуре официально появилось Казанское отделение Союза, куда войдут пресс-секретари, журналисты-фрилансеры и все, кто в Казани занимается поиском и распространением информации. Ну а те, кто себя уже не раз достойно проявлял на этом поприще, Союз журналистов торжественно принял свои ряды. Сейчас я считаю, что будет полезным создать первичную ячейку пресс-секретарей республики. Для того, чтобы повышать эффективность взаимодействия со СМИ, научиться слышать друг друга. Если сделать анализ как раз-таки явления татарской журналистики в интернете, в сети, мы можем наблюдать некоторые несоответствия с международным, может быть, стандартом. И у меня есть очень большое желание в то, что журналистика на татарском тоже имела место быть в интернете. И, пожалуй, кульминациям. Буквально час назад в пирамиде завершился конкурс «Хрустальное перо». Здесь ежегодно называют имена лучших журналистов. За особые заслуги – гран-при «Автомобиль». Среди победителей есть и наши коллеги. Кого сегодня поздравляем, нам расскажет Салават Мухаммадуллин. Лучшие редакции – журналисты и операторы. Сегодня в кадре герои публикаций именно они. Это 22-й республиканский конкурс «Хрустальное перо». И он рекордный. Больше полутора тысяч участников из Татарстана и других регионов. Ваш коллега – известный казанский тележурналист. Ведущий телеканал «Эфир» ушел в жизни в 6 часов утра 18 марта. Этот праздник журналисты встречают без своего коллеги Алексея Кулешова. Мастер пера, ведущий в кадре, профессионал и опытный наставник. Награду он получает посмертно на сцене «Мама». Лучший взгляд через объектив. Сегодня он у оператора нашего телеканала и службы новостей Рината Сафина. С камерой в руках он с 12 лет. И в дождь, и в снег, праздник или трагедия. В его багаже тысячи сюжетов. Найти деталь, поймать эмоцию и момент. И, кажется, работа перестает быть собой и превращается в искусство в чистом виде. Я занимаюсь фото- и видеотворчеством уже с 12 лет. И, безусловно, это приятная оценка моего творчества. Еще одну награду в копилку нашей телерадиокомпании от творческой группы «Адаби Хазине» в спецпроекте, посвященном 200-летию Шабуддина Марджани. Телевидение – это командная работа. Тут не только редактор, не только режиссер работает. Также и ведущие у нас великолепные. Для журналистов республики это главная профессиональная награда. Всего 9 номинаций. Главное – гран-при. И сегодня автомобиль от имени президента вручается Минназиму Сипперову. Эти зрительные ключи от подарка, который при банке... Вручили сегодня журналистами-редакциями государственные награды. Катарстанскую журналистику представляют талантливые, творческие, неравнодушные и ответственные люди. Я уверен, что в эпоху развития новых СМИ печатная пресса по-прежнему останется актуальной и востребованной. Кто-то редактирует тексты, кто-то снимает, кто-то пишет сюжеты. И даже в праздничный вечер мы, журналисты, и вообще вся медиа-отрасль продолжаем работать ради вас, наши дорогие телезрители и читатели. Слава Мухаммадулин, Шат Мухаммедов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Этот день запомнят все жители села Каргали Чистопольского района. Сюда спустя 77 лет вернули останки солдата Ахмета Валеева. Столько лет о нем ничего не было известно. Перед 9 мая медальон бойца нашли красноярские поисковики под Ржевом. Это средний брат, вот останки которого Ахмед. Рассказывать о случившемся Валерию Валееву непросто. В преддверии 9 мая ему сообщили. Поисковики нашли останки его дяди, который погиб во время войны. Долгое время родственники были уверены, местонахождение его могилы утеряно. Это оригинал, то, что нашли в гильзе. Читаемо, удивительно, через 77 лет. Ушли их трое брать. Вернулся один. Когда-то здесь лекарь Гали была площадь, где собирали солдат, уходящих на войну. Отсюда в 41 году отправился на фронт и Ахмат Валеев. Тогда, будучи 20-летним юношей, он даже не подозревал, что его путь обратно на родину будет таким долгим. Медальон солдата обнаружил школьный поисковой отряд Красноярского края в деревне Полунино, что под Ржевом. Именно туда, в июле 42 года, молодого сержанта Валеева в составе 196-й танковой бригады отправили отбить захваченную немцами территорию. Но в одном из первых сражений он погиб. Как пишут ветераны, что за всю войну они не видели более страшной битвы, как Ржевская. И потери были огромные. Вот в братской могиле, которая расположена около деревни Полунино, похоронено около 13 тысяч солдат. Валерий Валеев – единственный родной племянник Ахмата Валеева. Когда узнал, что нашли могилу родственника, сам отправился на место и вернул солдата домой в Каргали спустя 77 лет. Волнительно и радостно. Но и в то же время надежда всегда была. Сегодня проводить в последний путь Ахмата Валеева пришли односельчане. Похоронить его решили у могилы матери. С войной покончили мы счеты перешене, пошли домой. За 74 года это первые солдат, чьи останки вернули в Чистопольский район. Жители надеются, что найдут и других. Как говорил полководец Александр Суворов, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Зарина Ахмедова, Марат Зайдулин, ТНВ, Чистопольский район. Это новости Татарстана и далее выпуски. Детям негде играть. Не строилось ничего. Вот как есть вот все это. Зачем все это накрасили, так не знаю. На что жалуются линогорцы и какие партийные проекты помогут решить их проблемой? Филюза Ахамедулина. Оберегающие сердце мамы. Я все время говорю, для нас нет ничего невозможного. Ты такая же, как все. А те, кто несмотря ни на что и вопреки всему поддерживает своих особенных детей. Больше языков, больше перспектив. Ментимер Шамеев провел в Казанском Кремле совещание по доработке концепции проекта первых полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане. Те самые, где одновременно будут обучать на русском, татарском и английском языках. Известно, что каждый комплекс будет включать в себя начальную школу, билингвальную школу, там где занятия идут на двух языках. Полилингвальную на нескольких, интернат и загородный центр дополнительного образования. Каждый комплекс будет рассчитан на 2400 человек. В условиях открытого мира, если мы не подготовим конкурентных детей, это получается, что мы их долгу, но этот дом, по сути дела, не оплачиваем. Историки, литераторы, культурологи и краеведы. Сегодня в Казани прошли Кирилл и Мефодиевские юношеские научные чтения. Посвящены Дню славянской письменности, который отмечается 24 мая. Для участия в чтениях заявились более 600 человек со всей республики. Сегодня объявили лауреатов и победителей чтений. Кирилл и Мефодиевские чтения становятся все более популярными, потому что, к сожалению, сленг и речь интернета, они не способствуют развитию богатства современного молодежного сообщества. Богатство речи – это визитная карточка человека. И если человек мыслит, говорит богато, то он и мыслит богато. Не хватает врачей узкого профиля и неблагоустроенной дворы. Эти вопросы стали сегодня самыми обсуждаемыми жителями Лениногорска с единороссами. Здесь прошел День Единой России. Быть активными, чаще говорить о наболевшем и самим принимать непосредственное участие в жизни района, призвал Фарид Мухаммедшин. 80% – это абсолютно 100% показания хирургии. Жителю Лениногорска Рустама Шерифулина в Казань к сосудистому хирургу теперь ехать не нужно. 8 специалистов с РКБ приехали сегодня сами. Именно таких специалистов и не хватает району. Раньше у нас даже здесь и кардиолога не было, не то что сосудистые хирурги. Еще, помню, лет, может быть, 15 назад они были, а потом их не стало, потом вот недавно появились, а сосудистых вообще ни разу не было. В общей сложности мы сегодня посмотрели 420 человек. То есть это такая серьезная помощь для жителей района, учитывая то, что укомплектованность в Лениногорском районе врачебными кадрами, конечно, оставляет желать лучшего. Обеспеченность медицинскими кадрами в районе всего 51% в дефиците терапевты и педиатры. Благодаря госпрограммам в этом году планируют привлечь 9 специалистов. 3D, это виртуальная реальность. Очки виртуальной реальности, современные тренажеры, это тренировочный парк «Фабрика процессов». Здесь обучают рабочим профессиям, со школьной скамьей. Здравствуйте всем! А это уже двор по улице Ленинградская. Его не ремонтировали ровно 50 лет. Вот мы выходим, детям негде играть. Площадку хотели бы что-нибудь построить. Не строилось ничего. Вот как есть вот все это. Зачем сегодня накрасили, не знаю. Двор отремонтируют, детскую площадку построят уже этим летом. Фарид Мухаммедшин пообещал. Средства выделят по республиканской программе благоустройства дворов. Запустить такой проект предложили депутаты «Единой России». Аллах-Берса, я думаю, договоримся. И через это обновим места пребывания, места проживания. Немножко порядок мы ведем. Сегодня вручили и паспорта юным линогорцам. Следующая такая встреча пройдет в Бугульме через неделю. Илюзаха Медулина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Линногорск. Сотни миллионов на лечении. И это не предел. Сегодня Макдональдс передал сертификат слабослышащим детям. За 20 лет, что существует благотворительная программа компании, в Татарстане они помогли тысячам нуждающимся. Эти деньги удалось собрать благодаря специальному проекту. Рубль с каждого заказа направили на поддержку учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь у слабослышащих ребят появятся новые слуховые аппараты. Это, в принципе, философия нашей корпорации. Наша многолетняя целевая поддержка – это дети, которые проходят длительное лечение в разных клиниках. Популярная сеть быстрого питания появилась в Татарстане 20 лет назад. За это время собрана и направлена благотворительность 155 миллионов рублей. Вот уж 6 лет в Казани работает единственный в стране дом Роналда Макдоналда. За это время 9300 родителей и детей прошли через этот семейный дом. За два десятка лет Макдоналдс принял больше 150 миллионов гостей. Создано 14 тысяч рабочих мест. Сегодня работает 24 ресторана по всей республике. В планах на ближайшие пять лет удвоить их количество. Рамиль Галюлин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Что влияет на цену молока и что стоит за мифом «молоко может привести к онкологии» – читайте в интернет-газете «Реальное время». Уже в понедельник в Казани начинается финал национального чемпионата «Молодые профессионалы по стандартам WorldSkills». Соревноваться в 93-х компетенциях будут порядка полутора тысяч участников. Среди них 250 из Татарстана. Конкурсанты покажут свои умения в шести блоках профессий разных сфер. От Нижнекамска на состязание отправится 12 человек – учащиеся колледжи и работники крупных предприятий. Перед профессиональным испытанием с командой мэр города. На отборочной было со всей России. Там сильные ребята. То, что я подготовился, хорошо. Поэтому я подошел до финала. Подготовки, долговременные проведения в мастерской, выезды на предприятие. И главное – упорство. На проспекте «Новая свечка». Жить в ней будут 120 семей. Сегодня в Нижнекамске по программе «Социальные ипотеки» заселили новостройку. Это десятиэтажный дом. Все квадратные метры в чистовой отделке. В этом году для города это первая соципотечная многоэтажка. Сколько еще домов ждать нижнеканцам и что уже есть в квартирах. Салават Махмадолин. Трехлетний Эмиль готов переехать хоть сейчас. Родители пока в растерянности от радости. Для семьи Камаловых это первая в жизни собственная квартира. Поэтому даже перед камерой эмоции никто не сдерживал. Ура! Молодая семья до этого жила в моем семейке. На каждого члена по семь квадратов. Теперь у Камаловых трешка и почти 70 квадратных метров. Молодая семейка, конечно, маленькая, 28 квадратов с двумя детьми. И вот, наконец-то, мы получили. Очень рады. Очень. Радуются за семью и свекровь. В новой квартире чистовая отделка. Плюс приборы учета воды, газа, электроэнергии и регуляторы тепла. Семья оценила и месторасположение дома. За них счастливо. Очень хороший район. Молодежный, зеленый. Прямо на Сабанту и рядом, можно сказать. В новостройке 120 квартир. Все владельцы получили их по программе социальной ипотеки. Это первый сданный дом в Нижнекамске. Впереди еще новоселье. В дальнейшем, в текущем году, еще планируем 3 дома сдать в эксплуатацию. Порядка 400 квартир. И эти дома тоже построены специально для программы социальной ипотеки. Слава Тухмадулина и Шатаюпов, Рамильза, Киев, ТНВ, Нижнекамск. У мам своя номинация. Сегодня в Казани наградили победителей фестиваля безграничных талантов. Участники молодежь с ограниченными возможностями и их мамы. Для них новые номинации, оберегающие сердце. А те, кто, несмотря ни на что, и вопреки всему, поддерживает своих особенных детей. Вероника Геннадинова. Мы привезли только два. Чемпионата мира и чемпионата России. Медали из Португалии. Сегодня они в Казани, а завтра уже в Москву. Рамзия Зарипова признается, несмотря на синдром Дауна, ее дочь не ограничена стенами дома. Настольный теннис, зумба, тренажерный зал. А она, мама, во всем поддерживает дочь. Она меня держит в тонусе. Я вместе с ней, вот благодаря Лейсан, сама начала заниматься настольным теннисом. Я тоже вместе с ней тренируюсь, участвую на соревнованиях. Мама, люблю тебя. Самоотверженные мамы сегодня финалисты фестиваля безграничных талантов. Их номинации, оберегающие сердцем. Они полностью посвящают жизнь своим особенным детям, но при этом скромничают. Моей помощи практически нет, только любовь материнская. Дочь Миранова Гульнара, она писательница. Свои работы пишет она одним пальчиком. Мамы найдут и правильные слова в сложный момент. Почему я не такой, как все? Почему именно я? И вот в это время им, конечно же, нужна поддержка родителей. И я все время говорю, для нас нет ничего невозможного. Ты такая же, как все. Эти заботы, эти боли, постоянные бессонные ночи. И сама пройдя через это со своим ребенком, я понимала, что проходят эти мамы. Мама, как бы мне. Это единственная специальная номинация, в которой нет возрастных ограничений. А вот в остальных 11 соревнуются молодежь с ограниченными возможностями. От 18 до 35 лет. Они представляют свои вокальные, хореографические и спортивные достижения. Фестиваль проходит второй раз. В прошлом году участников 100, в этом году в два раза больше. И каждый из этих ребят не собирается останавливаться на достигнутом. Прореника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. На Казанском ринге новые чемпионы. В баскет-холле прошел полуфинал турнира Кубок по боксу имени президента России Владимира Путина. В рамках мероприятия состоялся дебют сразу нескольких бойцов из нашей республики. Четверо татарстанских боксеров, ранее выступавших только в любительских турнирах. Это Эмир Басиров, Антон Зайцев, Виталий Петриков и Ярнар Ярназарулы. Практически все завершили поединки победами. А главный бой вечера во втором среднем весе за титул чемпиона WBA завершился во втором раунде. Федор Чудинов техническим нокаутом завоевал титул чемпиона. В Татарстане, Виталий Петриков, во многих видах мы представлены на российском уровне, в межрегиональном уровне, в европейском и других. Бокс тоже сегодня мотивируется совершенно по-ровому и во многих городах нашей республики. Хоккейный Акбарс очень активен в межсезонье. Команда пополнилась очередными игроками. Сначала клуб объявил о подписании нападающего Михаила Фисенко. В прошлом сезоне хоккеист играл за омский авангард, с которым дошел до финала Кубка Гагарина. Форвард провел 71 матч и набрал 12 очков. А сегодня стало известно, что в новом сезоне за татарстанцев сыграет и молодой Игорь Ажиганов. Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне Ажиганов провел 53 матча в составе Торонто Мэппл Ливс, в которых набрал 7 очков. К другим темам завтра в Казани пройдет суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола. В нем сыграют четыре сильнейшие мужские и женские команды страны. Финальные матчи пройдут в баскет-холле. Это кульминация легендарного сезона, посвященного памяти великого баскетболиста Сергея Белова. На площадку выйдут не профессионалы, а любительские команды. В прошлом году финал проходил в Москве. Действующими обладателями титула являются московский коллектив МГУ среди мужских команд и черные медведи Политех из Санкт-Петербурга среди женских. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде через минуту. Спонсор показа – изготовитель корпусный мебельный заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваши желания. «Данил Мастер», «Казань», «Восстание 23», телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики, весь день будет идти дождь. Плюс 11-12 градусов. На северо-востоке Татарстана аналогично, не выше, плюс 10. На севере Татарстана также пасмурно и дождливо. 9-10 градусов выше ноля. На северо-западе Татарстана преимущественно облачно, плюс 10. На юго-западе республики небо будет затянуто облаками. 13-16 тепла. В центре Татарстана пройдет дождь. 10-12 градусов выше ноля. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Докторост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Остеохондроз, грыжа, протрузия. Болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Докторост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Докторост». Спонсор прогноза погоды – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимак» от группы компаний «Биотек». «Оптимак» смотри на мир легко. В Казани будет облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. 12-14 градусов выше нуля. Ветер сильный, порывистый. Влажность воздуха пониженная. Давление в пределах нормы. В магнитном поле земли спокойно. Жилой комплекс «Грин» сообщает о старте продаж нового дома. Квартиры от финского застройщика в Советском районе. Остановка «Академия правосудия». Для новых покупателей специальные предложения. Звоните 233-03-03. ЖК «Грин» приглашает на открытие продаж третьего дома. Вас ждут угощения, развлечения и выгодные предложения. 25 мая в 10 утра на Архитектора Гайнудинова, 26. Телефон в Казани 233-03-03.